Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа «Звезда на звезде». Сегодня у нас с вами в гостях бесстрашный укротитель хищников, художественный руководитель Большого Московского цирка на проспекте Вернадского, народный артист России Аскольд Запашный. Привет! Пятый год. Вы с братом руководите этим архитектурным шедевром. Можно уже какие-то итоги подводить? Не просто можно, а нужно. Потому что все-таки пятилетка – это уже юбилейный срок. И сейчас стоит, конечно, обратить внимание, что успели сделать, что не успели сделать, для того, чтобы сформировать какую-то новую стратегию. Мы грезим мечтой о том, что цирк этот все-таки будет реконструирован, и мы получим другие технические возможности. Потому что все-таки в наследство нам достался цирк, который 40 лет не ремонтировался. И мы очень много времени тратим на то, чтобы латать какие-то дыры, исправлять какие-то очевидные недочеты. Но это самая продвинутая, можно сказать, в мире арена, у которой пять площадок. Она была самая продвинутая. И в том-то все и дело, что в настоящий момент времени при построенных в Китае множественных цирках, при очень современных площадках, которые продолжают и реконструироваться, и строятся новые в том же Лас-Вегасе, уже проигрываем. В техническом оснащении. Но в мастерстве не проигрываем. Чем удивляет цирк? Ты знаешь что, я буквально недавно был в составе жюри на международном конкурсе, и туда приехал с другого международного конкурса, где был участником. Могу со всей ответственностью сказать, что весь мировой цирк сейчас состоит из русских, частично украинцев, латиноамериканцев и китайцев. И если у тех же китайцев в основном приоритет на акробатике, то русский цирк он самый разнообразный. И мы преуспеем во всех жанрах. И сейчас очень сильно уходит, в общем-то сказать, уровень дрессуры во всем мире. Потому что быстро сдаются позиции вот этим борцам за права животных и так далее, которые, в общем-то сказать, пытаются демонизировать. И другого слова я не подберу вообще, в принципе, этот жанр. И как-то люди, то ли потому что привыкли заниматься только бизнесом, а у нас в стране все-таки занимаются искусством в том числе. И там как-то невыгодно и ладно. И будем заниматься только акробатикой. И поэтому, конечно же, вот сохраненные традиции, которые есть в Российской Федерации, в наследстве советского цирка и русского старого цирка, они остаются в лидерских абсолютно позициях. Поэтому, если рассматривать... То есть цирк не избежал политики? Нет, а, в общем-то сказать, это не могло быть иначе. Это та же политика, которая продвигает, в общем, однополые браки и так далее. То есть это та же структура, которая работает на то, чтобы, в общем-то сказать, привлечь внимание сначала к себе, создать какую-то проблему, в общем, потом перетащить на свою сторону подавляющее большинство людей, которые не понимают вообще суть этой проблемы, которые в ней не участвуют, но при этом получить их поддержку и, таким образом, получить политическое влияние. А дальше уже влиять на какие-то другие вещи и иметь финансирование. И как только получится уничтожить полностью цирк, тогда, безусловно, сначала зоопарками займутся, а потом... А сколько там был метров прыжок на льве? Два тридцать. Два тридцать. Длина, знаешь, откуда появилась? То есть, когда мы регистрировали этот трюк в книге Гиннеса, мы узнали о том, что в книге Гиннеса вообще есть критерий с обязательной приставкой «самый». То есть, в книге Гиннеса не регистрируют уникальные вещи. То есть, нельзя просто быть единственным. То есть, не регистрируется единственный прыжок верхом на льве. Регистрируется самый, должен быть самый дальний, самый короткий, самый высокий и так далее. Почему хищник становится послушным? Вот в чём секрет дрессуры? Профессионализм. Потому что... Как ты договариваешься? Нет. Ну, смотри, во-первых, нужно понимать, что мы доминируем не потому, что нам это хочется. Потому что у нас есть интеллект, а у них нет. Поэтому не может быть иначе. Иначе мы еда. То есть, поэтому, в общем-то сказать, если мы выбираем изначально, то есть, делаем свой выбор изначально, то мы его делаем в пользу, как минимум, защиты своей собственной жизни. Да? И дальше, отталкиваясь от этого принципа, мы уже начинаем, в общем-то сказать, строить взаимоотношения с этим зверем. Да? С этим зверем можно построить взаимоотношения, научившись его контролировать, либо абстрагируясь от него. То есть, живя вообще по разной стороне забора. Они где-то там, а мы где-то здесь. И когда появится у кого-то интерес, например, в территориях, на которых они обитают, просто их уничтожить, как много животных, которые сейчас занесены в черную книгу. Животные вымершие, да? А если мы говорим дальше о процессе непосредственно взаимоотношений, то можно двумя способами с ними общаться. Либо просто задавить их физически, уничтожать и так далее. Либо, в общем, уважать их, доминируя над ними, просто научиться с ними совместно жить, работать и так далее. Это происходит вот нашим методом. Мы с самого детства начинаем их воспитывать. Мы приучаем их к окружающей среде. Мы приучаем их к человеку. Для этого требуется где-то около двух лет. Для того, чтобы эти животные, во-первых, понимали, что ты вожак стаи. То, что твои правила, в общем, это главное. И то, что, в общем, человек, это нормально. Слушай, вот сколько лет мы знакомы, я никогда не расспрашивал ни тебя, ни брата о китайском периоде вашей жизни. Это был такой вынужденный уезд, спасти животных. Если вкратце, то это был период нашей юности. Как раз в то время, когда случилась эта перестройка. И когда, в общем, было вообще недоцирка. Недоцирка, да. И как раз на тот момент времени мой папа сумел добиться от руководства, тогда еще союз госцирка, приобретения животных, о которых он мечтал. Он мечтал создать для нас большой аттракцион смешанных животных, то есть, которым будут экзотические лошади, попугаи, обезьяны, собаки и прочее-прочее. И приобрели часть животных уже. И как раз началась вот эта вся перестройка и катавасия. И была угроза того, что просто этих животных у нас изымут, уничтожат, и в них уже был вложен определенный труд, время. И папа все еще грезил тем, что он сможет реализовать свои мечты, потому что он, в общем, подавал заявки, делал огромное количество эскизов, различных макетов. Но он просто мечтал для своих детей, он видел в этом наше будущее. И тогда как раз подоспел вот этот контракт долгий. Ангажемент. Ну да, и мы согласились, и как раз по окончанию этого контракта предложили пролонгацию, так называемую, продолжение контракта на одном месте, на три года в сафари-парке, где были все условия как раз для созидания, и мы вынуждены были согласиться. Вам удалось поразить китайцев? А вот чем тебя Китай поразил? Ну, знаешь, для меня Китай во многом стал какой-то второй родиной, потому что... Язык ты знаешь очень хорошо. Ну, нет, сейчас уже не могу это сказать. Да, подзабыл? Ну, конечно, но уже больше десяти лет я не разговариваю вообще на этом языке, и, конечно, нужна практика постоянно. Я могу сказать, что Китай – это другая культура, безусловно, это другие люди, но я их хорошо знаю. То есть, если человек во взрослом возрасте приезжает в Китай, то он видит вообще все наперекосяк, и для него все чуждо. Мы как раз были юношами, которые, в общем, росли. Моя первая девушка была китаянкой, и, в общем сказать, мы вхожи были в семьи китайские, мы дружили в основном с китайцами. И, конечно же, понимание их психологии, оно как бы сформировалось очень четкое. И поэтому для меня, в общем сказать, это страна не просто страна, куда я приехал туристом, а страна, которая меня во многом формировала, как личность в том числе. Но, наверное, меня до сих пор поражает, многие люди думают, что китайцы трудолюбивы. Меня поражает форма управления в Китае. То есть, если мы возьмем в основном всех китайцев, то они дикие лентяи, как раз-таки, большинство. Это вообще, наверное, человеку свойственно? Ну, это вот в том все и дело, что когда мы пытаемся охарактеризовать целые нации, мы пытаемся какие-то клише на них прицепить. И вот на китайцев прицеплены клише таких работяг и бойцов. Якобы китайцы здорово дерутся и, в общем, работают без устали. И то, и то неправда. И то, и то абсолютно неправда. Я могу это компетентно абсолютно заявить. Форма управления вынуждает их делать то, что они делают. Их культура, в общем сказать, во многом была сформирована на бойцовских качествах. И на культуре вот этих самых ушу и прочих китайских формах единоборств. А ты практиковал? Ну, нет. Я в Китае как раз практиковал баскетбол, как ни странно. Они очень любят баскетбол. Они маленького роста, но как бы играют баскетбол. Хотя после отъезда из Китая я больше никогда не занимался баскетболом. Занимался чем угодно. Футболом, хоккеем и так далее. Но с точки зрения единоборств, опять же, это в подтверждении моего утверждения. О том, что они не бойцы никакие. Я за все время нахождения в Китае видел одно экзотическое выступление людей, которые просто для публики показывали мастерство единоборств. Это фактически некая форма развлечения. Это не то чтобы цирк, но что-то схожее. Тебе как артисту приходится бывать на международных цирковых фестивалях. Твои артисты представляют нашу русскую школу. Ты в жюри постоянный желанный гость. Ты чувствуешь вот это санкционное веяние? Я имею в виду, изменилось отношение к русским артистам, вообще к России? Нет. Цирк вне политики? Внутренний мир цирка остался вне политики. Если говорить о том, что я чувствую как турист, который разъезжает по разным странам в течение всего времени, когда, опять же, начали демонизировать Россию как таковую и, в общем, русофобию активно развивать. Да, я могу сказать, что я чувствовал в некоторых странах, в общем, как минимум косые взгляды, когда ты говоришь о том, что это русский, и, в общем, какое-то отношение непонятное. Не могу сказать, что остро негативное, но, в общем сказать, непонятное, настороженное, может быть, какое-то. Но внутри цирка нет, потому что, наверное, внутреннее сообщество, вот, цирковое, оно живет по своим правилам. И оно, во-первых, всегда было мультинациональное, мультикультурное. И если, в общем сказать, опять же, повод для такой вот активной русофобии был выбран на Украине, и, в общем, с Украины все началось, и, соответственно, самый, наверное, острый вопрос до сих пор остается с Украиной связан. Мы всю свою жизнь, вот сколько я себя знаю, работали с украинцами, и мало того, что я сам... Ты родился в Харькове? Да, я родился в Харькове, мои деды с Богодухова. Мы недавно для одной телевизионной передачи делали ДНК-тест, в котором оказалось, что большая часть моей крови украинская, поэтому... А въезд на Украину у тебя закрыт, я так понимаю? Да, да, въезд закрыт, да. Вы же подписали письмо и поддержали политику президента? Да, абсолютно. Мало того, что мы еще являемся и доверенными лицами Владимира Владимировича, и я как человек абсолютно... Чувствуешь некую противоестественность этой ситуации, что, ну, как-то, да? Ну, вообще, я считаю... На родину не приехать. Я вообще считаю, что все, что происходит, дико. И я никогда не думал, что, в общем, в мою бытность, да, за мою жизнь все это произойдет, потому что мне казалось, что со времен окончания Холодной войны люди, которым раскрыли секреты, как бы, как к ним относились, как пользовались людьми при помощи различных технологий, манипуляций психологические, в общем, так сказать, инструменты телевизионные и так далее, были раскрыты настолько, что мне казалось, что мы теперь все знаем. И сейчас обществом манипулировать уже так невозможно. И потом вдруг оказалось, что это не просто возможно, а, возможно, ну, сто крат хуже. И когда я вижу, как, в общем, сказать, простых людей, даже мне знакомых хорошо людей, обрабатывают средства массовой информации так, что, в общем, ты не можешь с этими людьми даже общаться. И между своих украинских коллег? Не только украинских и русских. И когда ты пытаешься с человеком вот один на один, то есть ты встречаешься вне политики, где-нибудь в ресторане, где-то на улице или еще чего-то, и ты вдруг понимаешь, что с человеком нету беседы вообще, то есть нету диалога. И этот человек настолько с промытыми мозгами, потому что это такой психотип, который легко обрабатывается. Мне кажется, что это так. У тигров и львов с этим как обстоит? Ты знаешь, в этом смысле получается, что проще. Это как раз из разряда счастья в неведении. Мне кажется, с их простотой, с ними получается даже удобнее и интереснее жить. Дело даже не в удобстве. Я неправильно слово подобрал, потому что кто-то скажет, что «а вот, тебе лишь бы как удобно». Нет, просто когда ты общаешься с животными, ты понимаешь, что они во многом честнее. То есть если тигр пытается на тебя напасть, то он делает это абсолютно открыто, абсолютно честно и, в общем сказать, так, как ему предписано природой. Когда ты общаешься с человеком, ты вообще никогда не знаешь, какой нож тебе в спину воткнут. И сегодня этот человек друг, завтра этот человек враг. И я в свою жизнь встречал очень много людей, которых могу назвать своими врагами, при том, что я этих людей даже не знаю. Смотри, но при этом Эльгард рассказывал мне, как тебя драл тигра, и он ничего не мог сделать. А ведь он же был твоим другом. Ну нет, нет, я как раз не хотел сказать... Или вы не на позиции равенства находитесь? Абсолютно. Здесь я говорил о честности как раз-таки природной. Ну как он тебя предупредил? Я тебя сейчас задеру. Вот как? Вот ты смотришь на... Нет, он просто начал нападать, и всё. Потому что я совершил ошибку. И поэтому здесь... Дал слабину? Нет, просто ошибка. Здесь не в слабости дело. Можно спровоцировать тигра, его естественный абсолютный инстинкт, тем, что ты просто, в общем сказать, переоценишь его, может быть, к тебе отношение. Может быть, переоценишь своё к нему отношение. И я никогда не воспринимал тигров как друзей. Даже тигра Мартина, легендарного нашего, с которым мы всю его жизнь до глубокой старости находились вместе. И он был ручным животным, с которым можно было сниматься в кино, ходить на телевидении, выводить его в люди, и так далее. Я всегда знал, что он хищник, и я видел очень много раз, когда в нём просыпался тигр, и инстинкт вот этот вот... Я попал, прости, вот так вот в этот день, я позвонил Гарику, он был в аэропорту, он не мог говорить от слёз. Вот в тот день, когда умер Мартин. Потому что Мартин был, знаешь, нельзя очеловечивать животных, но он был человеком просто, личностью. То есть у вас с братом есть какие-то особые привязанности в вашем коллективе? Ну, безусловно, мы всё-таки люди, и мы не лишены эмоций при всём профессионализме, который есть, и который должен присутствовать в нашей профессии. Какая технология подавления этого страха в себе, когда ты выходишь на арену? Опыт. Только опыт? Да. А иначе не может быть, невозможно в себе остановить химическую реакцию. То же самое, как нельзя не полюбить, если ты вдруг влюбляешься в человека, и нельзя остановить страх, если он в тебе появился. Можно его заблокировать, чтобы он не перерос в панику. Потому что самое страшное для человека, работающего в опасной среде, паника. Потому что если паника, в общем, произошла, если она случилась, то человек оцепенеет, потеряется и, в общем, будет доступной мишенью. Либо, в общем, сам просто либо разобьётся, либо убьётся. Скажи мне, когда тигр выпустил когти и драл тебя, у тебя паники не было? Ты смог это побороть себе? Я чётко действовал как профессионал, и, наверное, мне очень сильно помог опыт отца. Мне отец рассказывал, что он делал во время нападения хищников. И я мгновенно вспомнил то, что он говорил. У меня, как сказать, проснулся, наверное, инстинкт самосохранения плюс опыт. В первую очередь. То есть я не боялся вообще. Мне вообще не было страшно. А в чём была ошибка тогда, вот на съёмку Хуризанова, Лев снимался, Кинг этот, у которого Берверова жил, у которого его уже убили? Был несчастный случай, связанный с недостаточным вниманием организаций. То есть там всё произошло. Не всё было рассчитано, да? Ну, в общем, тяжело было рассчитать в условиях города всё. Порой в цирке бывают, в общем, несколько всего дверей, и вдруг оказывается, что не досмотрели, одна дверь открылась. И оттуда вышел человек навстречу хищнику, либо хищник туда нырнул. И там произошло как раз то, что во время съёмок навстречу льву вышел человек с собакой. Он вышел её гулять. И лев просто вцепился в собаку. Человек стал инстинктивно отбивать своего зверя от хищника. Спасать его. Как ребёнка своего, фактически. И капитан, по-моему, милиции, вооружённый табельным оружием, он просто был вынужден, он в оцеплении стоял, и как бы он вынужден был стрелять во льва для того, чтобы просто человека уже защитить. Потому что там непонятно, чем бы закончилось. И всё, и застрелил это в льва. Ну, это фактически провокация вот инстинкта. Аскольд – это что в переводе? Золотой голос, владеющий копьём? Ну, одна из версий, да. Копьё? Я так понимаю, это кнут и пряник для твоих хищников? Да. А голос? Слушай, с голосом проблема. С голосом, если золотой голос осматривать, да, то я вообще не поющий человек. Ну, можно же рассматривать это неприменительно к вокальному искусству. А ведь режиссура очень плотно вошла в твою жизнь. Да. Собственно говоря, ведь просто так под руком ты бы не стал. Я знаю, как ты какой-то выдумщик. И Гарик радуется, говорит, ну когда у брата такая светлая голова? Ну, это полезно для всех, это помогает, конечно, двигать наше творчество и вообще, в принципе, развивать всю историю, да? Ты в год змеи родился, змею не пробовал приручить никогда? Ну, ты знаешь, что со змеями мне никогда не было интересно. Я люблю змей. Да. Искренне люблю змей. Но, в общем, я рациональный человек и со временем просто понял, что дороже всего в жизни время. И время быстро уходит, и его нужно правильно распределить, потому что вся наша жизнь состоит из циклов, да. И цикл 24-часовой, он заставляет тебя понять, что ты должен правильно расставить приоритеты и выбрать, с кем ты будешь общаться, с кем ты будешь проводить свое время и чем ты будешь вообще заниматься. Так вот, со змеями нет смысла много времени проводить. Они слишком глупые. Ну, они даже не глупые, они тупые просто. И змея может быть просто, в общем, сказать, каким-то развлечением для человека. То есть ее можно взять себе в руки, и она будет по тебе ползать, и ты будешь от этого получать удовольствие. Но общения с этим зверем не может быть. А дрессированный носорог – это сенсация в дрессуре? Дрессированный белый медведь? Ну, это не то чтобы сенсация, но это выдающееся достижение, которое выдающееся не только по своему факту, а также по сохранению вот этой формы взаимоотношений. Потому что все реже и реже это происходит, и тот же дрессированный носорог Сергея Нестерова, который работает сейчас в нашем коллективе, он не уникален с точки зрения того, что он единственный, но он слишком редкий. Редкая форма, да, вот дрессуры, и содержание этого носорога, в общем, сказать, дрессура этого носорога, это абсолютно выдающаяся форма. Он не дал потрогать себя за рог даже, и ничего, и не растоптал. Вот в том все дело, что нахождение этого носорога вообще, в принципе, в кругу людей, ты знаешь, когда мы готовили спектакль на вот ближайший, который Новый год у нас был, и в этом проекте должен был участвовать этот носорог, мафа. И когда мы все спланировали, я вдруг для себя понял, что мафа будет находиться за кулисами, и у нас в порядке вещей используется пиротехника. И тогда я пришел к дрессировщику, к этому Сергею, и говорю, Сереж, а как мафа вообще может на это отреагировать? Он говорит, я думаю, нормально. Я говорю, ты думаешь? Он говорит, ну да. Непроверено. Непроверено. Давайте взорвем, как бы из петарды примачивать. И я понял, что есть абсолютный риск того, что все может пойти вообще иначе, чем ты запланировал, потому что носорог – это такое животное, которое в основном сам решает, что будет происходить. Бояться или не бояться. Бояться или не бояться, как ему на это реагировать. И слава богу, что вот мафа настолько качественно дрессированное животное, что он абсолютно спокойно к всему этому относился. И мимо него в самом начале представления мотались мотоциклисты, прыгали на большую дистанцию, эти фимекс-райдеры, да, и там гул стоял, рев такой. И после них мафа абсолютно спокойно выходила и отрабатывала свое. Здоровая психика, значит, уже. Здоровая психика, но здесь и фактор везения тоже в том числе. Ты знаешь, как бы бывает, животное очень хорошо адресировано и животное вроде подготовлено ко всему, а потом вдруг одна мелочь может изменить вообще все. То есть вот мы сейчас вынуждены репетировать на втором манеже в большом московском цирке. Вокруг совершенно другие условия. Как бы люди ходят на втором этаже, люди фактически над сеткой находятся, на балконе, могут заглядывать. И вокруг еще зеркала. Так вот, животные, которые находятся на той стороне таким образом, что видят зеркала, когда они первый раз вышли, они вообще не могли работать. Они увидели сами себя. Каких церковь? Они же не понимают, что это они. И они не понимают, да, что это их отражение. И вот попытка осознать, что происходит, оно... Завесили зеркала? Выбило. Нет. Но я сторонник такой формы дрессуры, вообще как бы такой формы репетиции, в которой, наверное, тяжело в учениях, легко в бою. И это создает совершенно другое качество. Потому что если ты подстраиваешь обстоятельства под тебя, то потом ты обязательно столкнешься с моментом, когда ты не можешь влиять на обстоятельства и просто будешь не в силах контролировать ситуацию. Понимаешь? Если ты приучаешь животных работать в абсолютно любой среде, так же, как и с людьми. То есть если люди работают в нашем коллективе, то мы их приучаем работать в самых разных костюмах, с самыми трудными ограничениями. Конечно, у всего есть какой-то потолок, то есть... Но тем не менее, вот, наши артисты работают и в масках, и в париках, и в каких-то, и в сложных костюмах, и на улице, и, в общем, при разном освещении. И поэтому они просто суперпрофессионалы. А вот это выражение «нет предела совершенства» это фигура речи или действительно нет предела? Потому что на каждом фестивале я вижу что-то все более и более поразительное. Ну, наверное... И уже шесть сальто-мортали, значит, кто-то сделает семь в следующий раз, потому что шесть же уже было. Шесть было? Шесть было уже, и кто-то замахивался на семь. Я в своей жизни не видел семь еще. Не докрученных. Но утверждали, что на репетиции-то я делал, а здесь... Ах, что-то не произошло. Это слухи такие были, что вот какие-то уникальные артисты, они вот в репетициях пробовали и делали. Но если говорить о совершенстве, то нужно, наверное, немножко философски относиться к этому. Потому что, безусловно, у человека есть определенный лимит. То есть можно, наверное, и семь сделать, и когда-то, может быть, восемь сделать. Но все равно всегда будет гравитация. И бесконечно... То есть можно, наверное, в конце концов со стратосферой прыгнуть, закрутиться и накрутить там сто с альтоморталей и приземлиться в какую-то сетку. Но это будет другой жанр. И в жанре, в определенном, при определенных инструментах, да, и так называемых, предлагаемых обстоятельствах, есть свой лимит. И тогда, когда ты понимаешь, что лимит вот где-то здесь уже, начинается творчество. А в творчестве абсолютно точно нету никаких пределов в совершенстве творчества. И, наверное, этим интересен цирк, потому что цирк показывает сочетание безграничности возможностей тела и разума. Вас с братом сразу, отец воспитывал, как таких мультижанровых артистов? Да. Это была такая старая цирковая школа. То, что сейчас называется олдскул. Раньше, как мне папа говорил, если артист не умеет делать сальто-морталь, то с ним даже не пытались разговаривать. То есть, ну, его не считали за артиста. Даже если он работал коверным. Коверные были настолько жанровыми артистами, что, в общем сказать, поэтому, наверное, они были суперзвездами. То есть, если мы... Атрабаты, жанглеры, канатоходцы... И дрессировщики, дрессировщики в том числе. Если мы возьмем и начнем вспоминать основных, наверное, лидирующих каких-то артистов, личностей советского периода, то в первую очередь мы будем называть клоунов. То есть, это Никулин, Янгибаров, Попов, Карандаш, в общем, Арчевский там... Скажи мне, а нет ощущения, что вот этот жанр провисает? Или это я брюзжу, потому что старею? Нет, нет, нет. Сейчас очень... Я даже не побоюсь слова, катастрофическая ситуация с клоунадой. И мне кажется, она катастрофическая не только в цирке. Мне кажется, вообще, жанр юмористический сейчас провисает везде. И в кино, и на телевидении. И... Ну, мне кажется, что это проблема эпохи. Когда, в общем сказать, люди начинают думать о других вещах, нежели, например, в постсоветское время думали о выживании, и сатира была очень остро актуальна, и всегда можно было посмеяться над самими собой, как мы плохо жили до, и как мы сейчас пытаемся выбраться из ямы. Потом это стало неактуально, и наоборот. Чистый юмор всегда сложнее, чем сатира. Да. И сейчас, мне кажется, как раз на стыке я понял, что, опять же, цикличность присутствует абсолютно во всем, как режиссер, психолог, наблюдатель, который обязан понимать вообще современную публику, актуальность каких-то вещей. Я понимаю, что каждое столетие в том числе происходит обновление какое-то, и для людей конец эпохи это определенная точка отсчета и начало следующей эпохи. И мне кажется, как раз вот сейчас люди пытаются понять, опять же, над чем смеяться. И именно поэтому, наверное, всплывает юмор ниже пояса во многом, потому что это самая простая форма того, чтобы рассмешить. Такая инстинктивная абсолютно. Но тонкого, хорошего юмора стало очень мало. У тебя 40-летний юбилей, выглядит, есть такая традиция, тенденция его не отмечать. Но у тебя же там еще 20 лет на манеже и 10 лет циркузопашных. То есть можно всегда сделать подмену и заменить. Ты знаешь, я как бы стараюсь к этому как-то серьезно не подходить. К суеверия? Нет, суеверия есть. Я соблюдаю даже некоторые какие-то суеверия. Какие? Расскажи. Перед ухтом на манеже есть у вас какая-то. Да, я не возвращаюсь в гримёрку, если я уже оттуда сознательно вышел. То есть возвращаться плохая примета перед манежем. Не люблю, когда мне дорогу переходят. Я могу сразу отметить, что суеверия не управляют мной. То есть есть люди, которые, в общем сказать, да, если что-то случилось, он может сказать, я вообще не пойду. Если кошка перебежала дорогу, все, я дальше не пойду. Я с неохотой пойду дальше, переплюнуть через левое плечо. Может быть, даже буду думать об этом некоторое время. Но я абсолютно точно знаю, что я могу, в общем сказать, невзирая на суеверия, что-то делать. Но всё равно стараюсь их соблюдать. В общем, мне кажется, что мы так устроены, опять же. Потому что человек, работающий в опасной профессии, он не может всегда уповать на свой собственный профессионализм. Всё равно есть случай. И всегда может произойти какая-то глупость. хочется, чтобы какие-то внешние силы, невидимые абсолютно, они вот как раз тебя от этого уберегли. От того, чтобы внезапно вдруг свет не выключился там, чтобы тебе на голову что-то не упало вдруг. А какой-то рейтинг опасности в цирковых жанрах существует? Ну, есть утверждение о том, что дрессировщики и хищников находятся в тройке самых опасных профессий в мире. Вообще в мире. Да, то есть эта статистика, не знаю, откуда она появилась и кто конкретно считал. У вас немного вообще в мире, у вас немного. Да, всё дело в процентном соотношении, безусловно, потому что не так много артистов работает в этом жанре и много страдает. Как минимум травмы, как максимум смертельные случаи. Но при этом как бы считается, что большинство смертей происходит в жанре работы со слонами. Слоны очень много людей убивают и за мою жизнь я больше знаю случаев смертельных от слонов, чем от хищников. Гаррик рассказывал, что они очень злопамятные слоны. Ну, не только в этом причине. Может, прижать в коридоре просто случайность. Ну, и случайность, да, в том числе. То есть габарит имеет значение. А если мы говорим о статистике, то нету просто органов, которые бы систематически этим занимались, подведением каких-то итогов и сведением каких-то цифр, которые могли бы дать статистику. Потому что, в общем, это никому не нужно. И кроме этого, наверное, это не очень этично. Потому что, если, например, возьмут и подчеркнут, что, так сказать, самый опасный жанр это канатаходцы, то канатаходцы будут об этом постоянно думать. И будут, кроме всего, еще и думать те люди, которые идут в этот жанр, на кой черт мне это нужно в эту профессию идти, если у меня есть вероятность разбиться. Но по-хорошему, это, конечно, в цирке огромное количество различных жанров, которые представляют серьезную опасность для жизни, для здоровья. И акробатика на тех же подкидных досках, вот, вообще, любая акробатика, которая выбрасывает человека там выше его роста, да, она чревата какими-то, в общем, серьезными травмами, падениями. Я знаю много людей, которые травмировались, там, кто-то остался инвалидом на всю свою жизнь, кто-то погиб, вот, именно в этих жанрах. Не могу не поздравить нас всех с придуманным вами фестивалем идол, потому что такого фестиваля, такого уровня международного фестиваля у нас не было. И, в общем, первое, что вы сделали, по-моему, придя в большой цирк и получив эту площадку, использовали ее. Ну, а дальше работа, да. Это добавляет нам влияние, как бы, вот в мировой, в мировом табеле о рангах цирковом? Безусловно. Во-первых, это очень сильно восстановило наше влияние в цирке, в цирковой среде, в мире. С нами стали по-другому считаться. Кроме этого, это позволило нам укрепить систему международных взаимоотношений по обмену артистами между цирками. И нас стали сильно больше уважать. Безусловно, абсолютно. И, кроме этого, даже в какой-то степени бояться. бояться влияния. Ну, ты спрашивала о том, что страх является ли основной движущей силой в прогрессе. Наверное, не основной, но одной из. Это другой страх. Страх не быть приглашенными. То есть, как бы, восстановился какой-то статус-хво. Ты знаешь, что, как мне кажется, что, когда задают вопрос, почему русских недолюбливают в мире, там еще. В основном, потому что те люди, кто недолюбливает. Нельзя говорить обо всех. Просто что-то делают хуже, чем эти русские. Бояться, что русские, во-первых, могут сделать много вещей сильно лучше. Потому что у нашей страны совершенно грандиозный потенциал, и именно за это я люблю нашу страну. Именно из-за этого я такой патриот искренний нашей страны. И когда меня спрашивают, куда бы ты хотел уехать, я абсолютно точно могу сказать, что вот в своей голове я никогда даже не рассматривал идеи. Я не понимал, для чего мне это делать, когда я и так живу в самой лучшей стране на свете. И понятное дело, что все те проблемы, которые существуют, все те отставания, которые существуют. Но самое важное это потенциал. И в цирке, в том числе, как бы вот на данный момент времени я просто понимаю, что у нас есть все возможности обогнать вообще в общем все мировые цирковые державы. И мы во многом уже обгоняем, но не стоит в общем заблуждаться. Всегда будет конкуренция, и конкуренцию нужно воспринимать как повод как раз таки для роста, а не для того, чтобы плавать в своих собственных каких-то амбициях и самолюбовании. И всегда нужно держать руку на пульсе, и даже если ты самый лучший, продолжать расти и быть самым лучшим за счет вот как бы прогресса. И поэтому в общем сказать фестиваль этот в том числе развивается, и мы стараемся каждый год придумать что-то новое для того, чтобы усовершенствовать его, для того, чтобы он стал еще более престижным. Сейчас собираемся ввести еще денежный эквивалент для победителей какой-то, для того, чтобы еще больше стимулировать, чтобы люди знали о том, что победа здесь обеспечивается не только престижем, но еще и финансовым достатком. Я в преддверии всех многочисленных юбилеев твоих тебе желаю реализации твоих творческих идей, а вам, дорогие друзья, хочу напомнить, что сегодня на своем гостях был художественный руководитель Большого Московского цирка на проспекте Вернадского, цирковая звезда, народный артист России и осколь зоопашний. Спасибо, что пригласил.